Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на новинку в среде ноутбуков. Ультра тонкий и легкий, и при этом наполненный искусственным интеллектом. Давайте будем вместе разбираться, как это все работает. Полное номинование модели данного ноутбука Huawei MateBook X Pro. Как и всегда, для начала давайте посмотрим, что у нас там интересного в плане внешнего вида и особенностей присутствует. Во, это малыша. Первое, на что стоит обратить внимание, это габариты и вес устройства. Тонкий, всего 13,5 мм, а вес 980 грамм. Пожалуй, это один из самых красивых и изящных ноутбуков, что я до этого держал в руках. Такой однозначно будет отличным решением, что вы всегда носите его с собой, при этом в весьма стильном дизайне, что эстетически делает его использование очень приятным. На левой грани находятся два порта USB Type-C, это у нас Thunderbolt 4, а также один USB Type-C справа. И там же находится переключатель камеры, что позволяет быстро отключить ее при желании. Справа выше клавиатуры находится кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца, а над дисплеем находится инфракрасная система распознавания лица. И то, и то срабатывает быстро. Размер сенсорного OLED-дисплея составил 14,2 дюйма с разрешением 3.1К, то есть 3120 на 2080 пикселей. Частота обновления 120 Гц. Он занимает 93% от всей площади верхней крышки, что визуально выглядит фактически безрамочным решением. Пиковый показатель яркости 1000 нит. Реально качественный. И легко подойдет для любого типа контента, который вы будете смотреть. То есть фильм, сериал, видео в сети. И, конечно же, до работы над этим самым контентом, то есть фотографиями и видео. Что по железу? Процессор ультра первого поколения. Если быть точным, в моем случае это ультра 9185H. А за графику отвечает Arc Graphics. Благодаря системе охлаждения Huawei Shark Fin показатель TDP составил 40 Вт. Объем оперативной памяти 32 ГБ. А постоянные 2 ТБ. К производительности в любых и вседневных задачах нет никаких вопросов. Ноутбук отрабатывает все моментально. А также в тяжелых задачах показывает себя наилучшим образом. Как и всегда, вы уже поняли, я запустил игру. И с этой задачей, несмотря на то, что это вообще не игровой ноутбук, это нужно четко понимать, он с ней справился и справился хорошо. Да и не с чем-нибудь, а с Cyberpunk 2077. Причем в родном разрешении на высоких настройках графики. Окей. По железу, я думаю, вы поняли, это реально крутой и мощный ноутбук. И однозначно будет интересен абсолютно всем для покупки, кто ценит производительность, крутой экран и, конечно же, компактные размеры. Давайте посмотрим на неочевидные возможности, которые в ноутбуке Huawei MateBook X Pro тоже присутствуют. Пользуетесь ли вы нейросетями? Лично я, да, как и вся наша команда, для создания и внешних проектов, и обложки для видео мы делаем, и много-много на самом деле, как и еще используем. Особенно вот именно для генерации контента. Если вы слышали мой трек «Мой бой» на одной из цифровых площадок, то там тоже обложка создана в нейросети. И это круто. Искусственный интеллект используется по полной программе. Мы с вами выяснили, что в Huawei MateBook X Pro установлен процессор ультра первого поколения с показателем TDP 40 Вт. Но есть еще и режим Super Turbo, где TDP вырастает до 90 Вт. При этом система ноутбук легко справляется с данной нагрузкой, и в целом никаких проблем с этим нет. То есть он отрабатывает так, как должен. Даже несмотря на то, что здесь действительно тонкий корпус. И все это нас приводит к следующему моменту. Нам на практике с вами это дает поддержку вывода изображения второго уровня с помощью искусственного интеллекта через компонент OpenWinVO. Да, именно на таком компактном решении мы можем запустить и использовать возможности самых современных технологий. Я не буду вас грустить подробностями, как это все установить. На самом деле просто можете поискать в сети, сами инструкции более чем достаточно. Просто вы должны понимать, ранее для этой быстрой именно генерации изображений требовался большой и очень мощный стационарный компьютер. Но технологии нового поколения уже здесь и позволяют получить гораздо больше, чем можно от них было бы даже ожидать. Я предлагаю сразу перейти к тестам, что гораздо интереснее и во многом более наглядно. Запускаем. Тут нам нужно выставить несколько параметров, чтобы задействовать все железные особенности устройства. Окей, теперь мы готовы творить самую настоящую магию. Давайте попробуем создать изображение для начала с простым запросом. Указываем такой запрос, который вы сейчас видите перед собой на экране, и в поле негативных обозначаем, что, например, не хотим видеть здесь тот же показатель солнца, чтобы солнце у нас никак не участвовало, поэтому прописываем сам. Результат генерируется фактически мгновенно, на это уходит 10-20 секунд. Таким образом, мы получаем не просто локальное использование нейросети для генерации изображений, а работающие фактически нативно, так как это было бы возможно запустить на реально мощных серверах. И вот это действительно круто. Давайте усложним задачу. Вот такой длинный запрос. Переменных стало значительно больше, а, соответственно, чем больше мы указываем, тем сложнее генерировать изображение. Ну и, конечно, дополнительно еще обозначаем, что хотим получить реалистичное изображение. Итог. Быстро генерация изображения занимает минимум времени, все те же до 10-20 секунд, с очень достойным результатом на выходе. При этом генеративные модели можно использовать разные, что позволяет добиться, опять-таки, разного уровня итогового картины. Да и по промту, я тут не сильно заморачивался, можно аналогично усилить данные показатели. Все это можно сохранить, и для нас с вами это бесконечный инструмент для облегчения работы и, конечно же, развития ваших творческих способностей. Вот такой формат использования лично я давно хотел увидеть, но оно работало слишком медленно. Теперь это решено. Главное, что стоит понять по поводу Huawei MateBook X Pro, что это крайне компактный, но при этом мощный, технологичный ноутбук с крутым экраном. То есть те возможности и производительности, которые в нем заложены, они действительно удивляют. То есть сейчас это один из лучших претендентов для покупки в 2024 году. Я не зря сказал, что этот ноутбук меня удивляет. Я много лет занимаюсь тестом гаджетов разных, в том числе ноутбуков. И поверьте, меня они уже перестали удивлять, потому как где-то что-то лучше, где-то что-то хуже. Но мы фактически имеем плюс-минус одни и те же показатели. Здесь это прям самый настоящий вау. Он супер тонкий, он супер мощный, он с крутым экраном. И это действительно некий такой следующий шаг для того, чтобы получить с собой всегда в рюкзаке, в сумке, ноутбук, способный действительно творить магию, использовать нейросети и быть сильным современным решением для того, чтобы помогать вам решать ваши задачи в режиме реального времени. Круто. Прям круто. Действительно. Так что вот именно под исходя из того, что он меня удивил и действительно показал крутые возможности, прям мои рекомендации. На этом у меня все. Не забывайте поставить большой палец вверх, подписаться на канал всегда, и там внизу соответствующая кнопочка. Нажимаем на колокольчик два раза, если смотрим видео на YouTube. По QR-кодам на экране, по ссылкам в описании, переходим в наши телеграм-каналы. В моем телеграм-канале крутой контент, скидки, предложения, акции, бонусы, анонсы, мероприятия, все дела. А во втором новости автомобильного мира из Китая. Развивается всеми мильными шагами, поэтому всегда есть что интересного почитать.